В конце каждого года принято подводить итоги. И, конечно, 2017 год не является исключением. И нам есть чем гордиться в отрасли, и действительно есть итоги, о которых хочется рассказать. Это, прежде всего, конечно, новые движения в проекте киноиндустрии. И 19 декабря на Большом правительственном совете по кинематографии было отмечено, что Ульяновская область вошла в тройку лидеров в рамках этого проекта. Должна сказать, только в 2017 году было открыто в Ульяновской области 7 цифровых кинозалов. Сейчас их уже в регионе 16. Это лучшая цифра во всей Российской Федерации. Поэтому мы действительно этим гордимся. Проект очень интересен. И мы надеемся, что новый импульс он, конечно, получит в грядущем 2018 году. Кроме этого, нам хотелось бы рассказать о том, что индустрия кинематографии широко шагает по стране. И в этом году у нас снимался фильм «Морские дьяволы». И мы надеемся, что следующий год уже привлечет к нам гораздо большее количество желающих кинокомпаний снимать на территории Ульяновской области очередной фильм. Более 80 миллионов привлек этот проект в нашу Ульяновскую область. Кроме этого, у нас реконструированы и приведены в нормативное состояние, капитально отремонтированы ряд домов культуры. И прежде всего, здесь хочется, наверное, действительно сказать спасибо нашему региональному проекту местной инициативы. 73 миллиона в этом году было направлено на развитие инфраструктуры по отрасли культуры. Отремонтированы дома культуры в 13 муниципальных образованиях. Всего 56 объектов. Отрадно, что этот проект продолжается и в 2018 году, и на реализацию наших целей планируется освоение уже более 120 миллионов рублей. До нас это очень отрадно, потому что те инфраструктурные изменения, которые сейчас происходят, очень важны для решения наших отраслевых задач. Есть еще интересные проекты, которым мы очень благодарны. Это проект «Местный дом культуры». В рамках этого проекта 39 миллионов рублей мы направили на ремонт тех домов культуры в районах, которые действительно должны соответствовать нормативу, с тем, чтобы нашим местным жителям было куда приходить на те замечательные мероприятия, которые проводят наши специалисты на местах. Два новых проекта, которые стартовали в 2017 году, это два новых партийных проекта «Партия «Единая Россия». Это проект «Театры детям». В рамках этого проекта 3 миллиона рублей было направлено на совершенствование материально-технической базы наших двух ведущих театров. Это театр «Кукол» имени М.Леонтьева и театр «Юного зрителя». Кроме этого, 7 миллионов рублей в рамках другого партийного проекта «Театры малых городов» было направлено на реконструкцию и оснащение сценического комплекса в Димитровградский драматический театр имени Островского. Должна сказать, что все, что происходило в этом году в рамках ремонта домов культуры, центров культурного развития, это все направлено для того, чтобы те гуманитарно-культурные проекты, которые реализуются в Ульяновской области, действительно проводились на высоком современном техническом уровне. И в этом смысле хочется отметить реализацию таких проектов, масштабных проектов, межрегиональных и уже всероссийских проектов, как «Мир эпоха имена», проект «Кинофестиваль» имени М.Леонтьевой, конечно, Международный культурный форум, «Ассамблея Пластовская осень» и ряд других проектов. В Ульяновской области проживают более 120 национальностей. И стало традицией проводить фестивальные мероприятия. Вот только на данный момент мы уже имеем заявку на 2018 год на проведение более 40 фестивальных проектов. Хочется отметить такие проекты, которые уже заслужили любовь и признание наших горожан и жителей Ульяновской области. Это, конечно, проект «Мастера Ваньмурот». Это проект «Положская глубинка», которые объединяют не только жители Ульяновской области. Они привлекают к нам огромное количество гостей из соседних регионов и из-за рубежа. Эти проекты и ряд других также будут реализованы и в 2018 году. В бюджете 2018 года уже предусмотрено ассигнование на ремонт и реконструкцию наших культурных объектов. Более 200 миллионов рублей мы планируем направить на капитальный ремонт ДК «ОАЗ». Приступим к ремонту библиотеки для детей и юношества имени Аксакова. Капитально ремонтируется, и уже этот проект начал свое действие, наш мемориальный центр, который действительно очень востребован. И должна сказать, что каждая минута в этом замечательном комплексе у нас расписана, и мы не можем оставить без внимания наш мем-центр. Поэтому уже приступаем после окончания новогодних праздников к масштабным ремонтным работам. И, безусловно, принято дарить подарки, и мы очень благодарны руководству области, что в преддверии Нового года у нас произойдет открытие ряд объектов после капитального ремонта. Это и дом культуры в рабочем поселке Павловка, это открытие дома культуры после капитального ремонта в поселке Рызлей Николаевского района, это открытие дома культуры в поселке Молловка Меликесского района и ряд других. 2018 год не станет исключением. Мы начнем строить два новых с нулевого цикла Центра культурного развития в Чердоклинском районе и в Новомолоклинском районе. Мне от души хочется поздравить всех наших горожан с наступающими праздниками. Пригласить на замечательную культурно-развлекательную программу, которая организована для жителей региональной столицы и гостей на площади Ленина, на площади столетия со дня рождения Ленина, конечно, в парках, скверах города, в домах культуры. Мы действительно рады вас видеть, мы готовимся к этим праздникам. И пожелать всем горожанам удачи, везения в наступающем году. И, конечно, ждем вас на всех наших культурных площадках для участия в наших культурных проектах. И хорошего вам всем новогоднего настроения!